На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстро растущих секторов экономики. Эта отрасль, несмотря на кризисы, ежегодно демонстрирует убедительный рост. Заниматься выращиванием фруктов, овощей, зерна и мяса выгодно, но вместе с тем есть и свои сложности в этой непростой работе. Особенно они касаются небольших сельхозпредприятий. О том, с какими трудностями сталкиваются сегодня крестьянско-фермерские хозяйства, итоги их работы, а также перспективы развития, обсудили на отчетном собрании Ассоциации фермеров района. Сегодня в нашем районе ведут свою деятельность 120 крестьянско-фермерских хозяйств. Площадь их земель 13 тысяч гектаров, что составляет 10% от общего числа сельскохозяйственных земель района. Фермеры выращивают озимые культуры – рис, сою, овощи в открытом и закрытом грунте, разводят скот и птицу. Производство продукции в фермерских хозяйствах составляет около 10% от районного производства. Свою ленту выполнения производственной программы внесли фермерские хозяйства, занимающие овощеводством. Всего овощепарчивого сделалось на площади 105 гектар, произведено 749 тонн овощей, урожайность составила 71 центра с гектара. Славянские фермеры активно ведут строительство теплиц, которые субсидируются из краевого и федерального бюджета. Мерами господдержки могут воспользоваться и фермерские хозяйства, занимающиеся разведением скота, а также садоводством. Десять последних лет наши фермеры активно ведут строительство теплиц, которые субсидируются из краевого и федерального бюджета. За 2019 год фермеры построены и субсидированы 3,7 гектара теплиц. Кроме того, субсидировано 64 тонны мяса, 56 тонн молока, приобретение животных на сумму почти 5 миллионов рублей. В 2020 году останутся следующие формы господдержки для фермеров. Это программа по созданию малых садов, субсидии на строительство теплиц, создание систем капельного орошения, реализация продукции животноводства. Также остается поддержка начинающих фермеров, будут уделяться гранты на развитие семейных ферм. Останется уделение грантов на создание развития кооперативов, уделение грантов на стартапы. Но несмотря на меры господдержки, фермеры сталкиваются с рядом проблем. Прежде всего, это сложности с реализацией продукции. Порой низкая цена на товар, а также подорожание горюче-смазочных материалов, удобрений и семян. Затраты высокие, а прибыль низкая. Но вместе с тем, если рационально подходить к делу, привлекать грамотных специалистов, агрономов и дружить с наукой, фермерство будет перспективным, а при лавке магазинов заполнят отечественные продукты. Ко мне ездит очень много химиков, ученых, которые более пяти организаций, одни из этих концептов и прочие средства защиты. И с ними я, знаете, сначала так тоже относился к этой науке, с холодцом. Просто всегда мы думаем, да, это приехали деньги отмыть, у нас забрать, и мы при этом ничего не получаем. Я скажу, это не так. Надо всегда прислушиваться. И самый верный путь, 10% делайте заплату опыта по тому или иному продукту, который возьмите, попробуйте, сами проверите. И вы будете убеждаться с каждым годом, что с наукой надо работать. Добавка урожая 3% от 30 дней – это уже хорошая добавка. В нашем районе наиболее активно развивается фермерство в Анастасиевском, Петровском, Маевском, Кировском сельских поселениях. Ежегодно производство продукции в фермерских хозяйствах растет на 10-15%. Что еще раз доказывает, хоть это и достаточно трудоемкий и затратный бизнес, но если ко всему подходить с точным расчетом и работать, не жалея сил, он может быть прибыльным. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».